Всем здравствуйте! Сегодня у нас совместный эфир с Романом Дусенко, известным предпринимателем, который делает замечательный проект «Бизнес-завтрак» уже много лет и вообще является одним из тех людей, кто занимается стратегиями, личными стратегиями предпринимателей, а также стратегиями компании. Поэтому мы ждем, когда Роман к нам подключится, и я его с удовольствием приглашу в эфир. Мы с Романом эту встречу достаточно давно планировали, и поэтому сегодня мы наконец-то осуществляем вот эту практически задумку. Поэтому ждем, когда подключится Роман. А я знаю, у тебя этот фон, очень классный фон, популярный фон. Мне очень нравится вообще. Девочки, привет! Вижу знакомые лица, всем машу электронной рукой. Мы сегодня с тобой выходим в достаточно прайм-таймовое время. Вот сейчас вышла эфир Саша Спилберг и так далее. То есть, в общем, знаешь, о, у тебя очки появились. И поэтому, конечно, конкурентная следа очень большая, поэтому заходите к нам, оставайтесь у нас. Ром, я уже анонсировала, кто ты, кто тебя не знает. Вот. Мы с тобой знакомы, ну, уже, наверное, больше десяти лет, если не больше. Это точно, да. Что-то мне так кажется. Вот, знаешь, и сегодня тема у нас с тобой – позитивный эфир. Вообще, сейчас достаточно много людей, кто ведут эфиры непозитивные. Они обсуждают разные вещи с кризисом, связанные с тем или иным, у кого какая важность, да, как бы кто-то карантин обсуждает, кто-то падение цен на нефть, то есть кто-то или врачи, или, соответственно, биржевики. У нас с тобой давай сегодня про жизнь поговорим и про бизнес. Давай, с удовольствием. Потому что твоя тема – стратегия. И, конечно, первый вопрос, первый вопрос, знаешь, про собственную эффективность, про собственную эффективность, как ты сейчас, как человек, который предпринимателем является и всегда являлся, как ты выстраиваешь свою личную эффективность и что для тебя является сейчас приоритетом? Ольшка, привет, ещё раз. Ты знаешь, вот я сижу, улыбаюсь. Почему? Я тебе сейчас честно скажу. Я сейчас нахожусь в очень необычном месте. Я на балконе. Наступило тепло немного. Мои дети меня закрыли на балкон. Они там сходят с ума, играют на фортепиано, играют в компьютерные игры, а жена ходит, бегает, гоняется за ними. Мы всё это вместе пытаемся как-то урегулировать. Они забирают весь Wi-Fi, потому что вечером они на полу делают балет. И я уверен, что такая ситуация у большинства людей, кто так или иначе общается с детьми. У кого дома дети. Поэтому, ребята, эффективность – наше всё. И самое главное – позитивное. О, кстати, музыка начала играть. Потому что они сейчас, что они делают? Записывают для преподавателя видео там, как София умеет играть на фортепиано, как она играет эту передачу. Представляешь? Гурово. Да. Почему, получается, вопрос эффективности вообще возникает? Да всё очень просто. Первое – надо улыбаться. Это вот мы с тобой делаем всегда. А самое главное – если ты не сможешь быть эффективным… Знаешь, я сейчас вот такую скажу. Пусть она не очень такая, как бы, знаешь, позитивная, но и она очень похожа на фразу тех времён 90-х. Раньше, в 90-х годах, как только появились первые журналы о бизнесе, был первый журнал искусства управления. Да-да-да. Однажды вышел с такой фразой. Маркетинг. Меняйся или сдохни. Да, некрасиво звучит сейчас, конечно, но либо ты эффективен, либо ты не успеваешь. Тут нет выбора. И, конечно, почему я начал рассказывать, дети там, дети сям. Надо научиться. Надо научиться быть в рабочем состоянии в любой момент, где бы ты ни был, что бы ты ни делал. А самое главное – ты должен помнить всегда о своей главной цели. Ради чего, зачем и почему ты вообще что-то делаешь. Вот, на мой взгляд, самый главный ответ эффективности. Зачем она нам нужна сегодня, в нашей самоизоляции? Это да, я абсолютно с тобой согласна. И знаешь, а вот есть ли у тебя такая стратегия эффективности? Ну, то есть, вот ты человек, который вообще занимается стратегиями, как для корпоративного сегмента, так и личные стратегии предпринимателей, те, кто являются, ну, так скажем, достигаторами, да? А вот какая у тебя стратегия эффективности? Поделись, пожалуйста. Вот, Оль, ты не поверишь. Ты меня сейчас поймала за самую лучшую наживку, которую ты только могла мне предложить, знаешь? То есть, мы на полчаса сейчас уходим в... Да. Две недели я живу на этом балконе, не поднимая головы. Все по одной простой причине, что ровно две недели назад, и это самый главный принцип, о котором я скажу чуть позже, Росгостракбанк позвонил мне и сказал, весь наш банк, это несколько тысяч человек, находится дома. Нам нужно их как-то взбодрить. Нам нужно поднять их эффективность. Роман, завтра ты начинаешь онлайн-курс из пяти сессий, как минимум на 10 дней, чтобы весь банк встряхнуть. Ты представляешь? Да. Я говорю, да, конечно, я с удовольствием это сделаю. А у меня даже ничего вообще на эту тему не было. То есть, у меня были разные-разные наброски. Но собрать их воедино, в один курс, чтобы они были простроены, чтобы это было одно из другого вытекало, сутки напролет я создавал эти сессии. Каждый день что-то новое, каждый день что-то делаешь, каждый день погружаешься в эффективность. Так вот, друзья мои, я точно знаю, что такое эффективность теперь. Вот мы сейчас делали пилотный проект, 150 человек обучилось. Завтра начинается следующий пилотный проект. И вот наша задача за эти две недели там все тысячи людей обучить эффективность. Так вот, отвечая на вопрос стратегии эффективности. Первое. Если мы возьмем кружочек и вот в центре напишем букву «Я», это все очень практично, то первая стрелочка, которая идет наверх, она называется «План». План. Я, знаешь, не сторонник рассказывать о каких-то примитивных и, знаешь, из капитана очевидности вещей, но без плана вообще бессмысленно жить. Почему? Многие говорят, вам план нужен, вообще он не нужен, у меня столько раз был план, он не выполнялся, все меняется. Именно за этим человеку и нужен план, потому что все меняется. Если у тебя нет плана, тогда ничего. Дальше. Второе. После плана у тебя идут приоритеты. Приоритеты. Вот. Это у нас уже вторая штучка. Что такое приоритеты? Это когда мы четко понимаем, что надо делать сейчас. Знаешь, эффективные люди делают то, что нужно делать, а то, что не нужно делать, они не делают. Не делают. В этом смысле наш эфир должен быть практическим, эффективным и практическим. Поэтому прямо сейчас все, кто будет смотреть наш эфир, берет чистый лист бумаги, как всегда, берет марки. Я тоже, да. Чистый лист бумаги, вот, чистый лист бумаги, вот в такой простой вещи. У нас верхний левый квадрат называется СВ. Срочно важно. То есть те дела, которые нельзя отложить. Это дела, которые вообще прям пожар, огонь, там, ну, прям срочно надо делать. Это первое. Второе. Не срочно, не важно под ним. Это дела, о которых можно забыть. И третий. Не срочно и так, срочность. Не срочно, не важно. Важно, здесь у нас важно, не срочно. И не важно и не срочно. То есть, получается, у нас все четыре квадраты. Важно, срочно, не срочно, не важно. Так вот, друзья мои, если вы возьмете все свои дела, и просто на таком простом примере разнесете их между своими делами, вам точно будет понятно, что нужно делать. Поэтому второй элемент у нас в нашей системе – это приоритеты. Дальше. Стратегия эффективности, она заключается в следующем. Надо уметь, после того, как приоритет, делать. Это самое важное. Делать, не поверишь, потому что запланировать можно все, что угодно. Это абсолютно. Да, да. И последний элемент – это объединять блоки времени. Вот. Все, вот она система очень простая – объединять блоки времени. Время – это такой ресурс, который кажется, что он у всех есть столько, сколько хочешь. Но на самом деле оно очень конечное. Его нельзя взять взаймы, его нельзя у кого-то попросить. Нет времени. Но прожив день так, что тебе не о чем будет вспомнить – вот это проблема. И еще совет для тех, кто впахивает как лошадь. Если вы впахиваете как лошадь и сегодня дома, вы вместе того, чтобы поиграть с детьми, посмотреть с женой телевизор, начинаете впахивать, впахивать и впахивать, вы не только лишаете себя сегодня делами, проблемой, вы и на завтра лишили себя тем, что завтра вам вспомнить-то будет нечего. И как помнишь, я забыл фамилию, как зовут это, медсестру, которая написала книгу «Самые большие сожаления людей перед смертью». Да-да-да. И самое большое сожаление, одно из самых больших сожалений людей. Она работала патронажной сестрой в госпитале, где доживали люди тяжеловольные. И самым большим сожалению, что они очень много работали. Абсолютно. Знаешь, с тобой соглашусь, здесь очень много глубоких таких мыслей прозвучало. И ты знаешь, я как человек, который всегда за то, чтобы делать, и делать то, что надо делать. Потому что есть очень много дел, которые, допустим, сейчас, в настоящее время делать не надо. И по инерции иногда тянет их поделать, но, к сожалению, есть 24 часа в сутки. Ты должен… Не то, что ты должен. Жизнь, она течёт таким образом, что если ты лишишь себя каких-то жизненных удовольствий, общения с семьёй или что-то сделаешь для себя, допустим, почитаешь. У меня много хобби, допустим, чем-то хочу позаниматься. Я спортом сейчас занимаюсь достаточно интенсивно. Если ты этого решаешься и будешь только пахать, очень часто эта пахота не принесёт результата, потому что ты становишься человеком выгоревшим. То есть можно очень быстро упахаться, особенно в домашнем карантине, в домашнем изосточении. И это, конечно, данность. И в этой связи, ты знаешь, естественный вопрос. Я это слово не люблю, мотивация, потому что я в неё не верю, её нет. Но как бы ты или делаешь, или ты не делаешь. Что про мотивацию говорить, когда, в общем, это вопрос, знаешь, такой теоретический очень, глубоко теоретический, на мой взгляд. Потому что когда тебе надо, в общем, у тебя мотивация, если уж она и существует, она автоматически в тебя вселяется прямо, и, в общем, ты пошёл и делаешь. Так вот, а вот что тебя толкает на то, чтобы, ты знаешь, креативить сейчас, чтобы управлять своей жизнью таким образом, чтобы был баланс между семьёй, между тобой, вот что тебя двигает, что тебя держит? Оль, знаешь, чтобы наш диалог, ведь мы с тобой договорились о диалоге, не превратился в любой монолог, я думаю, что мы сейчас с тобой вместе ответим на этот вопрос. Мне тоже очень интересно знать, что тебя мотивирует, да. Но я тебе честно могу сказать, вот, например, понятие дедлайн, как таковой, одной из самых главных моментов управления времени, заставил меня на эти две недели закрыться на этом балконе. Если бы я этого не сделал, если бы я продолжал, там, знаешь, с восьми до девяти, там, ходить куда-то, там, детьми в шесть часов заниматься, я бы не успел. Поэтому мы говорим о следующем. Очень важно уметь распределять своё рабочее время. Но бывают такие моменты, когда нужно сконцентрировать все свои силы, всю свою энергию на делах. Вот я, например, ещё раз говорю, две недели я упахался, но я зато теперь получил готовый продукт. У меня пять сессий по часу. Я писал тексты, я записывал видео, я монтировал, я делал раздатки. Понимаешь, всё, я выдохнул. Я сегодня занимался, знаешь, чем не доверишь? Я с удовольствием перечитывал вот эти учебники, учебники, вытаскивая из них идеи для своих будущих постов. Потому что там столько идей. Я сегодня правила, я создавал майндмэп, карты, я уже занимался удовольствием. И сегодня, конечно, я сейчас закончу с тобой эфир, и мы пойдём смотреть какое-то кино с детьми. Но вот мотивация для меня — это дедлайн. Не в смысле, что я завтра опоздаю, нет. А что от тебя ждут классный результат. А вот что для тебя является мотивацией, Оль? Ты знаешь, ну, для меня мотивацией является движение к цели. То есть я человек, который тренирует, наверное, в себе, хотя иногда не осознаю, что тренирую. Я человек целевой, вот я марафонец. Ты знаешь, допустим, каждый день, ну, мне условия немножко позволяют вот это делать в данной стране. Ты выходишь сейчас по улицу, гуляешь немножко? Ну, так как у меня вышел и сразу лес, и это разрешено, то есть я каждый день хожу по 14 километров. А люди-то знают, что ты у нас живёшь не в России, что ты живёшь в Австрии, в прекрасной маленькой деревушке, на краю леса, рядом с Италией. Вот, и поэтому, конечно, можно пошутить, что я на самоизоляции уже 6 с лишним лет, потому что я живу в деревне, где, в общем, народу не так много, прямо-таки 8 тысяч человек, и в день можно встретить 3-4 человека от силы, ну, если бы в магазин не поехал. Вот, или куда-то раньше в офис не пошёл. То есть это как бы глубокие Альпы, и здесь сразу вышел национальный парк, лес. И поэтому, ты знаешь, я тренирую свою мотивацию через спорт. Я это давно делаю. Я могу даже как зрителям тренировать это. То есть я настроена, вот, допустим, я каждый день хожу, ну, иногда 10, иногда 12, иногда 14, иногда 22 километра. Это зависит от той избушки, до которой я хочу дойти. То есть это вот не какой-то там какая-то система, потому что некоторые говорят, это система. Нет, это не система. Это просто вот, ну, доходишь до стоянки. И что меня мотивирует вот это вот делать? Меня мотивирует результат. То, что я пришла, я в прекрасном ресурсном состоянии. Я знаю, что не все являются марафонцами. Меня мотивирует то, что я могу, несмотря на то, что у меня уже такой возраст счастья. То, что там молодые люди не всегда могут 22 километра каждый день там в бодром стиле, очень как бы бодрячком, я бы так сказала, пробежаться по лесу. Где там где-то есть указатели медведей, где-то лисы иногда выбегают. Вот, ну, разные, в общем, животные. То есть я как бы человек такой уже бесстрашный. То есть ну, что будет, то будет, да. Но вот я в себе это культивирую. И вот когда я достигаю цели, то есть я возвращаюсь домой после такого похода, я страшно довольна. И потом я просто фактически копирую вот эту модель уже на свои бизнес-проекты. Ну, опять же, как бизнес-проекты? У меня ведь есть бизнес-проекты свои, и у меня есть клиенты, которых я веду. И, соответственно, я мотивирована только целью. То есть, понимаешь, я могу сидеть долго-долго, я могу там иногда и до трёх ночи, и до четырёх тоже так вот посидеть, когда, если нужно это сделать, да, и я понимаю, что это приведёт к конкретным результатам. Я сижу. Но, опять же, беру я эту модель из спорта. Вот. И мне кажется, вот это очень вот такие связанные вещи. Сейчас я, кстати, стала заниматься всё больше и больше. Я даже тебя могу похвастаться, что я немножко уменьшилась после вот всех там этих травм и так далее, где я там немножко так раздобрела, потому что была травма, был, ну, как бы резкий, я резко бросила спорт, вот. А сейчас я просто прихожу в норму, и плюс я вот эту модель использую. Ну, и второе, знаешь, что меня мотивирует? Меня мотивируют люди. То есть я сейчас очень много обучаю, очень много курсов купила. Несмотря на то, что мне некогда, я эти курсы купила осознанно, я прям выбираю тщательно. По своей специальности, допустим, по маркетингу, по СММ, купила курсы по, допустим, тому же трейдингу, да, потому что мне эта тема была всегда интересна, купила курсы там по разработке веб-сайтов и так далее, потому что я с этим всё время работаю, я должна знать вот эти все вещи. То есть, понимаешь, и опять же, это всё на результат. То есть это не просто какое-то вот сейчас, как многие, оголтелые там, я не знаю, покупка курсов каких-то, бесплатных каких-то вещей. Нет. Я понимаю, что это море вообще информации сейчас, платной и бесплатной, но я себе беру только то, что мне нужно для достижения личного результата. Классно. Это говорит о том, что, в первую очередь, у тебя есть система определения свой-чужой, то есть ты реально понимаешь, что тебе нужно. Второе. Ты ориентируешься на свои глубинные ценности, которые связаны с прямую над твоими бизнес-задачами. И третье, как ты правильно сказал, у тебя есть приоритеты. Вот смотри, ты сейчас нам рассказал о своей личной персональной стратегии эффективности. И она укладывается в твою систему, как мне кажется. Да, и она укладывается в эту систему, поэтому это очень легко, если вы на самом деле начинаете думать. Самое главное — заставить человека задуматься. А когда он начинает задуматься, то есть растормошить его, сказать, вот что ты делаешь, зачем ты туда бежишь, что тебе там надо, и тогда появляются ответы. Абсолютно. И ты знаешь, сейчас всё-таки времена такие, что нужно думать о новых возможностях, и я как человек, который, знаешь, никогда не объявлял, вот когда, допустим, в пору, когда я была финансистом, я никогда, знаешь, не говорила, вот знаете, я финансист, и я больше вот никто, да. До сих пор некоторые находятся в той позиции, да, что как бы вот они там уцепились за эту тематическую там какую-то область, да, или за эту должность, да, и вот они в ней сидят. Вот сейчас кризис, сейчас уже надо давно освоить новые профессии, возможно, найти новые понятия. Если ты помнишь, прошлый век, наш прошлый век, это 20 век, то в 20 веке была одна петля обучения. Ты поднимался и начинаешь делать. То сейчас, в 21 веке, минимум две петли обучения, а может быть, ещё и больше. Вот этот же термин, long life learning, когда мы начинаем постоянно учиться, мы должны менять специальности. А сейчас, вот честно, мне даже страшно подумать о том, сколько людей в России могут остаться безработными. Но этот для них, в том числе, как раз, ты же знаешь, ты же большое количество тоже книг прочитал по личной мотивации. Они говорят, ребята, наши книги покупают только тогда, когда в вашей жизни наступает жопа. Простите за вложение. И когда это прилетело на тебя, село, ты очнулся и понял, что работы больше нет, денег нет, и тебе надо как-то выкручиваться. И вот тогда начинают искать, возможности становиться лучше. Мне кажется, как раз ты об этом и говоришь, что сейчас время возможностей. Да, ты знаешь, и более того, знаешь, время возможностей, и не буду называть как бы человека всем известного, потому что он как бы эту теорию сейчас выдает за свою, но я к этому пришла гораздо раньше. Понимаешь, сейчас, в отличие от, допустим, периода там 30-40-50 лет назад, люди стали дольше жить. И система образования, она, и вообще, знаешь, достижение целей, вот как, знаешь, допустим, работу получил, всё закончил, все институты, там кто-то диссертации написал, кто-то родил, кто-то уже там стал дедушкой и так далее. И фактически иногда так бывает, что в 45 лет человек выполнил все задачи, которые ему предназначаются в сообществе, да, ну, то есть официальной версии. И что человеку делать после 45 лет? Очень многие уходят… Радоваться, да. Радоваться, но очень многие уходят в абсолютно другие состояния, да, они уходят по кругу, они уходят в депрессию, они бросают всё, такое тоже есть. Знаешь, так как я все вот три вот эти перечисленные состояния пережила, и я очень много передумала, а потом вот нашла подтверждение у других людей, может быть, кто-то смотрел, вот это не так давно, месяц назад было, этот известный человек объявлял как бы эту систему как свою, но на самом деле людей, кому 45 плюс очень много, и они уже многие сами к этому пришли, но кто умеет как бы, да, всё-таки спаси себя сам. Вот, и поэтому, ты знаешь, для меня вот мотивация, да, это вообще что-то новое, то есть у меня есть просто, по-моему, в крови какое-то врождённое чувство любопытства к новому, и всегда есть врождённый вызов. Ну, и ещё я всегда вот в эфирах своих рассказываю, у меня есть замечательный качество, называется упёртость. Вот как бы не упортость, а вот знаешь, и как бы вот не такое упрямство, да, а есть упёртость. И как бы у меня даже собачка была, у меня такая же собачка была, упёртая, да, хотя и лабрадор. Но, ты знаешь, мы вот, наверное, вот в этом плане очень хорошо вместе как бы сдружились. И ты понимаешь, мне, мне вообще люди привлекают вот упёртые, да, потому что когда человек берёт и делает, несмотря на то вот эти все клише, ну, типа возраст, ну, вам же уже 45, вот молодёжь там говорит, да, 25-летняя, слушайте, ну, как бы у меня такой богатейший опыт, как бы я пережила уже пять профессий, да, я как бы реализовалась, притом во всех пяти замечательно, и сейчас хочу реализоваться ещё в других. А некоторые вещи я как бы на смежности, да, вот где-то вот пытаюсь сделать. Слушай, это так здорово, это такое ощущение, ну, как бы драйв. И фактически вот она мотивация, да, то есть ты словил этот драйв, ты словил какой-то кайф, да, от своих результатов, и ты просто продолжаешь делать дальше. Точно, абсолютно точно, супер. Вот, да, да, вот, и ты знаешь, у меня вот в связи вот с этим такой вот к тебе вопрос по поводу вот возможностей, вот что ты видишь, что ты видишь, какие возможности, вот может быть, знаешь, в твоей вот именно профессии, в том, чем ты занимаешься. Вот знаешь, как бы все же ждут лайфхаков, все хотят вот лайфхаки. Я вот сегодня целый пост написала лайфхаков, все мне тут написали в директ, хочу ещё, хочу ещё, поделитесь ещё. Есть, конечно, в этих лайфхаках и минус, да, то есть люди их читают и ничего не делают. Это вот, ну, как бы стандартно, знаешь. А вот твои возможности, то есть это вот не теоретически я там собирался бы, да, а вот что как бы практически, вот как ты опишешь такую штуку? Ну вот смотри, первое, давайте прежде чем говорить о возможностях, поговорим о ситуации. Вот буквально несколько слов. Для того, чтобы поставить точку А, где ты находишься, и точку Б, куда тебе надо прийти, нужно понять, где ты. Какие тренды сейчас самые характерные? Ну, первое, это карантин. Второе, несмотря на карантин, это падение рынков. Да. Третье, скорость, колоссальная скорость изменения жизни, мы с тобой стали свидетелями полного переворота жизненного цикла, и вообще жизненного уклада человека. Из абсолютной свободы ты получаешь абсолютную несвободу, и сегодня наш мэр Москвы предложил ввести вообще цифровые пропуска по всей России. Это значит, что человек лишен права передвижения вообще. Свобода передвижения у всех людей в мире забрали. Нет свободы передвижения. Ты не можешь поехать в другой город, ты не можешь поехать в другую страну, ты не можешь поехать развлечься. Тебе нужно находиться дома. При этом всем параллельным трендом очень резко восходящим является удаленная работа. Когда, еще в 2015 году, я собирал сборище HR больших у себя на бизнес-завтраке. И они мне говорили, Роман, ты знаешь, вот такой тренд, как удаленная работа, в России, к сожалению, провалился. Я помню. Теперь работа со с нами лицом к лицу. Мы в один момент все вдруг встали на удаленной работе. И у тебя нет выбора. То есть, первое. И еще один важный тренд. Это постоянная цифровизация всех профессий. Кому сейчас дома, когда ты находишься, нужны грузчики, продавцы, кассиры, билетеры, не знаю, кто угодно. Никому. Потому что потребности в этих профессиях исчезли точно так же, как одномоментно. В один прекрасный час поменялись, первое, покупательские предпочтения людей, а второе, важность в голове процессов. Ты думаешь, сейчас кому-то важно о том, какие поправки будут в Российскую Конституцию? Вообще никому не интересно. Ты думаешь, сейчас кому-то важно о том, останется ли там наш президент еще один срок? Вообще никому не интересно. А если, слава богу, он справится, да пусть всю жизнь правит, лишь бы побыстрее нас из дома выпустил. Понимаешь? Люди сейчас из состояния извне сконцентрируются в состоянии вовнутрь. И плюс еще диджитализация. Поэтому, исходя из этого, какие возникают вопросы? Первое, экспертность. Нужно подавать свою экспертность. Все равно вы что-то знаете такое, что не знают другие. Все равно, как ты правильно сказал, у тебя есть жизненный опыт, каждый человек уникален. И вот этот жизненный опыт, который ты смог собрать в течение всей своей жизни, ты можешь куда-то применить. И он не обязательно в профессии. Жизненный опыт может быть хобби. Хобби. Хобби — это что-то сделано, хендкрафт, хендмейт. Хобби — это советы. Хобби — это какие-то вещи, которые раскрывают тебя по-настоящему. Так вот, два тренда. Первый тренд — быть профессионалом. Второй тренд — заниматься тем, что ты любишь больше всего на свете. И оба этих тренда позволят тебе, ну не знаю, быть счастливым. Ведь главная цель нашей жизни — это не просто работать. И если ты... Да, я понимаю, и я отдаю себе отчет, что люди должны зарабатывать деньги, чтобы обеспечить себе тот уровень пропитания, на который они согласны. Это тоже очень важный момент. Согласность — это значит, я работаю ровно столько, чтобы его заработать. А люди, которые голодные, в хорошем смысле этого слова, они будут работать до тех пор, пока они удовлетворяют свои более высокие потребности. Другие — еще более высокие, еще более высокие. Поэтому, в первую очередь, нужно понять, а что вы знаете? Вот вы сейчас все находитесь дома. Чем вы можете быть кому-то хоть как-то полезными? Что вы можете рассказать? Что вы можете сделать? Что вы можете посоветовать? В конце концов, вот первое — это упаковать свою экспертность. И здесь есть очень простое упражнение, которое помогает быстро из себя вытащить. А он называется следующее. Ты берешь чистый лист бумаги, как всегда, и отвечаешь на простой вопрос. Who am I? Кто я? И вот как только человек испишет целый лист и ответит на себе вопрос кто я, дальше возникает вопрос несколько столбцов кому это нужно, сколько это может стоить, как часто это востребовано и так далее, и так далее, и так далее. Все равно теперь мы должны и из реальной жизни завиртуализироваться. Мы все равно теперь так или иначе вынуждены жить в диджитал пространстве. Да, ты, конечно, можешь оказать услуги своей жене по закручиванию отвертки и по смене лампочки или по вывесу мусора, но ты больше никому эту услугу не окажешь. По крайней мере, в ближайшее время. А сколько это премия продлится, мы не знаем, но это дает тебе хороший шанс задуматься о том, что ты реально из себя представляешь, в чем капитализация твоя, выделить, так сказать, главное, выжать из себя самую суть, кто ты есть, в чем ты профи, что ты можешь делать, что ты любишь делать. И вот на этой развилке попытаться поделать дальше. А дальше, Олечка, твой любимый инструмент mind map, виртуальный канал, когда ты разрисовываешь и все получаешь. Поэтому первый вопрос сегодня, какие тренды, тренды я объяснил, скорость, кризис, падение рынка, диджитализация, виртуализация, диджитальное пространство и удаленная работа. А второй вопрос, как тебе встроиться в эту штуку, как тебе быть лампочкой, вкрутиться и загореть. Ты знаешь, Ром, вот настолько откликается, и ты знаешь, я даже с тобой поделюсь такой мыслью, я в прямых эфирах еще не делилась, потому что я до нее недавно дошла. Ты знаешь, у меня вообще есть такое ощущение, все, что я делала, а делала я очень много, я не раз говорила, что у меня есть 209 профессиональных сертификатов и дипломов, то, что я накопила вообще за свою жизнь, но большинство из них, я бы сказала, 50% относятся к сфере IT, то есть там всяческие когносы, оксапты, навижны, это мое прошлое, IBS-овское прошлое. Но тем не менее, у меня есть очень разные диктуры, и вот знаешь, то, что я 6 лет назад оказалась уже в режиме самоизоляции, если можно так сказать, только не вынужденная, в режиме счастливой самоизоляции. И ведь меня, знаешь, многие не поняли в свое время, не поддержали, даже вот местные жители, они говорят, ну как же так, ты жила в городе 65 тысяч человек, а в общем, как бы сейчас ты переехала в деревню 8 тысяч человек. И поэтому, понимаешь, как бы вот у меня вообще сложилось всю жизнь, вообще вот сейчас на сегодняшний момент, что я таким образом вообще двигалась, и, по-моему, я как-то готовилась, наверное, к этому кризису. И вот то, что я делала сейчас, я взяла также листочек. Ну, знаешь, почему я его взяла? Потому что я ведь, у меня есть прошлое, я 4 школы коучинга заканчивала. Это было давно, там, 2004-2005 год, но я все помню. Вот. И я, самое главное, практикую. Поэтому, когда кто я расписал, у меня, ты знаешь, кончился листочек, да, то есть, потому что очень много всего было, и тут я выбрала, ну, знаешь, по принципу, да, сначала ты 30 берешь, допустим, пунктов, да, своих любимых, потом из 30 10, а у 60 ты выбираешь там 5, а из 5 оставляешь 3. И ты, вот как бы, это то как раз, вот, знаешь, упражнение на то, как выбрать любимое, да, дело, потому что есть люди такие же, как мы с тобой, у которых много хобби, много интересов, и вот есть какое-то метание, да, то есть человек начинает метаться, вот может быть за это взяться, за это взяться, я не знаю, что, как бы, что пойдёт и так далее. То есть человек начинает стрессовать, да, и здесь вот как раз вот этот вот замечательный, кейс, не кейс, а упражнение, да, берёшь и пишешь, кто я, пишешь всё, вот всё, что ты умеешь, да, от как бы вязания спицами, да, ну, в случае там у женщин, да, до каких-то там вообще таких, знаешь, глобальных вещей, да, там умею анализировать, да, там с большими данными работал, да, то есть от вот совершенно каких-то таких прикладных и домашних вещей до совершенно серьёзных вещей. И тогда начинается проработка, тогда начинается как раз вот именно мозг начинает ранжировать, мозг начинает так немножечко, знаешь, как бы вот соображать, потому что есть картина, когда картины нет, когда ты не нарисовал, кто я, тогда нету и вот, ну, как бы визуализации, да, тогда стресс, тогда стресс и непонимание, что делать. Абсолютно. И ты знаешь, вот один из, так скажем, завершений, знаешь, мне вот, знаешь, что хочется тебя спросить, вот думал ли ты над таким вопросом, вот что можно извлечь из этого кризиса, вот на основании того, что ты уже сказал про диджитализацию, вот что ты для себя бы извлёк из этого кризиса, знаешь, вот как если бы, как коучи говорят, сейчас был бы какой-нибудь там апрель 21 года, вот кто бы вот ты вот извлёк уже вот из этой ситуации? Я наоборот скажу, если бы сейчас был апрель 19 года, я бы максимально посвятил всё своё время умению работать в онлайн. Я бы научился работать со всеми помогательными структурами, там, не знаю, Трелло, Тильда, Миро, я бы не тратил ни секунды своего времени, раскатывая по городам, читая лекции о том, как я бы сидел и записывал бы видеоуроки, я бы сидел и писал, методично занимался, я бы вкладывал в себя, потому что я понимаю, так как у меня это время прошло, и я это не сделал, а лишь только говорил, то мне сейчас приходится наверстывать. Знаешь, у меня в тренингах есть очень хорошая фотография, представь, я уверен, что у тебя хорошее образное мышление, прекрасная, прекрасная погода, знаешь, такие низкорослые деревья, это, наверное, где-нибудь какой-нибудь Средний Запад Соединенных Штатов, и крупным планом уходит вдаль дорога. По этой дороге идет девушка, как обычно, в казаках таких сапогах ковбойских, в платье, в джинсовой куртке, в шляпе и с чемоданом. И я всегда говорю, вот посмотрите на нее, мы сейчас здесь, а она уже сделала первый шаг. Пока я буду думать, пока я буду собираться, она с каждой секундой будет идти. А это значит, что расстояние между нами каждую секунду будет увеличиваться. И чтобы мне ее догнать, я должен просто быть спринтером, а хватит ли у меня силы или нет. А она идет. И идет себе, и идет вперед, понимаешь? Так вот, если бы у меня была возможность сейчас убежать на год назад, я бы закрылся в своей квартире и сделал бы тот самый первый шаг. Я бы написал, кто я, выбрал бы самые главные три момента. И впахивал, 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 потому что сейчас я понимаю, что я должен наверстать даже не год, а может быть даже три и пять лет, понимая того, что это время ты просто профукал, разбазарил, не понимая, что может возникнуть ситуация типа черного лебедя. Да, предугадать ее нельзя, но ты должен понимать, что ты должен уметь и то, и другое, и третье. Так или иначе, мы все говорили о цифровизации, о диджитализации, но ты-то где оказался? Вот я и говорю, что моя точка А, это как раз была там, а сегодня, вот мне бы хотелось быть таким, каким я буду через год сегодня. Это было бы самое лучшее, чтобы я мог пожелать. И, соответственно, о чем я хочу сказать. Любой человек, который сейчас думает, делать или не делать, должен представить себе эту картину с уходящей девушкой и понимать, что пока он думает и чешет себе репу, эта девушка делает уже несколько шагов. Абсолютно. Ром, ты не поверишь, но у меня, я есть в ВК, ВКонтакте, и у меня там аватарка вот именно с такой девушкой, идущей, то, что я писала. Ты знаешь, я не знаю, специально ты сделал это или нет, но, в общем, у меня эта аватарка, она стоит достаточно много лет, то есть я её не меняла как-то когда-то, поставила, поэтому, ты знаешь, мне эта визуализация очень понятна, но я тебя, знаешь, хочу обрадовать. У нас позитивный эфир, что если год назад, даже два года назад, были ресурсы, ну, допустим, вот у тебя есть курс, есть ГЭД-курс, где бы его надо разместить, если, знаешь, два года назад было достаточно тяжело, ну, технически тяжело разместить на ГЭД-курсе курс, потому что там, ну, ещё продукт не был, может быть, так отлажен и так далее, то теперь ты это можешь сделать за вечер, ну, был бы курс, а так как сейчас доступ, опять же, к техническим средствам, да, там, записать на качественную, там, камеру, да, сделать качественное видео, обработать, сделать замечательное видео, там, я не знаю, в какой-нибудь программе, типа, там, самый элементарный, там, Мавави, да, какой-нибудь, там, купить себе за 50 евро самую полную лицензию и, в общем, успокоиться, да, вот, и, понимаешь, сейчас всё это можно, на самом деле, как ты сказал, время-то быстро, да, идёт наверстать буквально за несколько дней, потому что… Я вот вижу в отражении твоих очков круглый свет специальный для блогеров, так ты не поверишь, неделю назад я купил его себе на Озоне, понимая, что он мне тоже нужен. Круглый, да, ну, я сейчас сижу не в привычном месте для прямых эфиров, то есть его не должно было быть видно, но вот я как-то вот, я в один глаз себе, знаешь, подсвечиваю, вот, обычно я, знаешь, прямых эфиров горы показываю, ну, вот сейчас там, ну, достаточно, в общем, неплохо, можно и показать, да, вот, то есть, ты знаешь, как бы укомплектоваться сейчас достаточно просто. Легко, я даже тебе вот скажу, что когда-то давно я изучала, изучала Тильду, потому что, ну, одностраничные сайты можно верстать, я не знаю, за три часа, что-то подзабыла, сейчас я закончила курс по Тильде, потому что, ну, мне это надо, я работаю с клиентами, там нужно быстро-быстро сделать лендинг и так далее. Ты знаешь, я закончила курс, я его закончила за один день. То есть, там было пять уроков, но я их все выполнила за один день. И я уже сделала в конце курса свой одностраничный сайт. Ну, то есть, вся процедура, она заняла один день. В былые времена, но опять же, недавно. Ольга, знаешь, я хочу вот что добавить, я пока сижу и слушаю тебя, мне пришла очень важная вещь, и ты мне сейчас это подтвердила. Да, конечно, было бы круто оказаться год назад, в апреле 2019-го. Но мотивации и цели что-то сделать не было бы такой сильной, как и это на сейчас. И эта мотивация движет тебя, даёт тебе энергию и ресурсы достигать нереальных результатов. Поэтому, осознавая потребности, получая эту мотивацию и желание стать лучше, ты прям реально растёшь. Мне кажется, вот на этой позитивной ноте можно заканчивать наш эфир. Огромно тебе спасибо за то, что ты меня пригласила. Знаешь, тебе, Рома, спасибо. Я думаю, что мы продолжим диалог, потому что есть о чём обсудить, и я думаю, что, знаешь, пройдёт немножко времени, так как время очень быстро бежит, знаешь, сейчас уже день за год практически, иногда можно даже сказать. Мы с тобой, я думаю, что ещё встретимся, обязательно обсудим, знаешь, как мы вот из этой точки А пришли в точку Б, да, потому что это очень интересно, знаешь, движение, вот что у тебя, что в твоей жизни произошло, кем ты новым стал, кто ты я, вот кто ты сейчас напишешь, да, who I am, да, вот кто ты. И, ты знаешь, у меня есть такое предположение, сейчас ванговать очень как бы немодно и неблагодарно, но у меня есть предположение, имею право предположить, что мы будем другими, мы через месяц, изоляция, она продлится, ну, как бы в Авсе немножко другая ситуация, но в России она продлится, и, ты знаешь, мы будем вообще, вот может быть, носителями других профессий, носителями, может быть, других мировоззрений. Я уверена, что очень многое поменяется, и поэтому я думаю, что мы с тобой запланируем, вот, недельки через, допустим, четыре, вот такую встречу, вот кто мы стали, кто мы стали через четыре дня. А я тебе расскажу о том, как я смог запустить свой первый онлайн-курс. Вот это очень интересно. Я тебе по секрету скажу, что я тоже запускаю свой, ну, не первый онлайн-курс, но другой онлайн-курс. Вот, и тоже мы с тобой обязательно обменяемся и какими-то вот нюансами, и техническими какими-то такими фишечками, да, я думаю, это будет очень интересно. Ну что, спасибо большое. Ром, спасибо тебе за содержание, и за вот эмоции, и за вот как всегда схемы. Меня вот поражает, что вот всегда ты вот очень чётко нарисуешь, и хотя это видно наоборот, ну текст как бы зеркален, да, Инстаграм, ничего не денешься, и от этого не денешься, но всё же понятно, самая главная цель достигнута. Спасибо тебе, Спасибо большое. Вчера будет 24 часа, кто будет смотреть записи, всем привет. Пока, пока, счастливо. Пока, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»